Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаска, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Супер Мекс. Друзья, как вы видите, есть у меня повод поиграть сегодня, потому что сегодня у нас распродажа лутбоксов. Прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк и, естественно, писать комментарий. Также, чем больше лайков выставляете, тем быстрее выходит следующая серия. Ну, а я, ребята, сегодня хочу порадовать вас распаковочкой, так сказать. Сегодня наша основная цель – это открывать ящики. Ну, а перед тем, как мы начнем, давайте, наверное, зайдем в рейд, быстренько завершим. В принципе, ребят, действительно, в основном мы будем сегодня открывать ящики, но кроме этого, конечно, как обычно, сходим еще по играм и на арену, и на кампанию. Ну, и, в общем-то, я надеюсь, что мы сможем с вами как следует поиграть во много режимов. Так, у меня, кстати, блин, вот дрон все еще не может добить с первого удара. Вот это вот, конечно, обидно, потому что, видите, все-таки один урон он мне пронес, а, как вы все знаете, в рейде, чем меньше урона ты получаешь, тем ты круче, собственно говоря. Ну, да ладно, это, в принципе, все вообще не так важно, потому что самое главное – это рейд пройти. Если ты его проходишь, то ты получаешь за это бесценные просто токены, а токены потом мы потратим на такие же вот распаковочки, например. Что бы я хотел прокачать на самом деле? Вот, ну, понятно, что сегодня будет распаковка, значит, будет и прокачка тоже. Что бы я хотел прокачать? Ребят, с одной стороны, мне очень бы хотелось прокачать моего второго робота. Кстати говоря, я в комментариях прочитал очень прикольный комментарий, теперь я буду называть вот этого своего основного робота папа или отец, а своего второго робота сын. То есть, это, знаете-таки, на охоту вышли отец и сын, и отец как бы все, весь урон берет на себя, но если уж он не справляется, сынок пытается ему помочь. Мне кажется, это прикольная идея, обязательно этот комментарий постараюсь вывести в начало видео. Итак, итак, в общем-то говоря, хотел я сынка, наверное, прокачать как следует, для того, чтобы было поинтереснее играть из-за него тоже, но, ребят, наш основной робот все-таки вот, и, если честно, я думаю насчет того, чтобы прокачать молот. Все-таки, да, аннигиляция, в самом начале она, конечно, приятна, с нее хорошо стрелять, но ближнее, оружие ближнего боя тоже может быть очень хорошее, особенно если это молот, который наносит под 300 урона, ну и плюс у него нет, как бы, как бы это сказать, нет. Нескольких выстрелов, короче, ты можешь молот использовать столько, сколько захочешь, а у аннигиляции, например, только три выстрела, это отстой. Так, ладно, рейд мы закончили, поэтому, ребятки, давайте-ка мы, наверное, не будем тормозить, не будем жадничать и откроем премиум пак. Ну что, давайте затаим кулачки, потому что я дико хочу получить легендарочку, хотя бы одну, но лучше несколько, будет несколько, я просто вот так вот думаю, спасибо, спасибо, белиссимо, белиссимо. Но, ну ладно, так или иначе, поехали. Ну что, пять эпиков. Пять эпиков в самом начале мне дается. Грейвдиггерс, Вандал Рейдж, ну, неплохая пушка, кстати, на теплового бота. Бернинг Бутс, Химера и Анубис. Отстой, отстой. Ну ладно, давайте заодно тогда купим еще пять вот таких вот боксов. Посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь, в принципе, тоже полный отстой. На пять боксов только один редкий предмет. Давайте еще купим пять. Я, наверное, так и буду делать, ребят. Мы с вами будем сначала что-нибудь проходить и потом открывать боксы. Проходить, открывать боксы. Потому что, конечно же, я сегодня еще разок открою премиум бокс. Это сто процентов. Ну что, давайте следующий этап. Следующим этапом я хочу зайти на вторую компанию. Кстати говоря, смотрите, ребят, я здесь вне серии. Опять же, вот, чтобы вы не говорили, что чинацки нифига не делают, вне серии я тут довольно-таки много чего делаю. Девяносто четыре процента уже пройдена у меня первая компания. Давайте же посмотрим, что у нас представляет собой вторая компания. А я здесь уже почти все прошел на две звезды. Так что давайте посмотрим, что у нас будет в последней миссии. Какой босс будет в последней миссии. Именно уже на две звезды. Погнали. Так, ну тут в первую очередь все, в принципе, понятно. Тут все изи, без проблем. Кстати говоря, я вот привык, что в рейде... Я забыл, потому что здесь есть два противника, я немножко офигел сначала. Привык, что в рейде не восстанавливаются очки здоровья. И как бы у тебя остается все так, как есть. И меня, если честно, радует, что здесь, в принципе, тоже. Потому что я в компанию уже достаточно давно не играл. И я очень рад, что, во-первых, вышла, кстати, здесь отец и сын дерутся вместе. Очень рад, что вышла новая компания. Потому что таким образом мы сможем вспомнить былое. И жаль, что только она будет достаточно долго открываться. То есть там какое-то время надо подождать, чтобы она разблокировалась. Ну, я думаю, что мы подождем. Ничего страшного. Так, дрончик у нас сейчас в атаку пойдет. Давай сразу же наносим он. Отлично. Если мы сейчас найдем... Чинилку. Если мы найдем чинилку, то это изи победа. Это мы вообще без проблем победим. Если не найдем... Ну, ребят, здесь уже могут быть кое-какие проблемы. Потому что, смотрите, у нас тут осталась половина хпшка. Давайте. Плюс, 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 плюс. Да. Плюс чинилка. Отлично. Давайте сразу восстановимся. И если здесь тоже будет хпшка, это будет вообще просто идеально. Погнали. Может быть, под конец я даже выведу сынка немножко подражаться. Все-таки нужно, чтобы он тоже получал боевой опыт, так сказать. Настоящую драку. Чтобы он знал, как нужно действовать в случае необходимости. Так. Блин, ну 9 хп не хватило. Ну, это вообще... Это серьезно? Нет, мне кажется, это не серьезно. Ну, ладно. Поехали дальше. Вот в чем, опять же, очень хороший плюс молота. Видите, если мне приходится все-таки бить с меча, то... Кстати, успею я... Да. Успею вывести сынка. Давай, сынок. Твоя очередь. Твоя очередь. Да, папа! Поехали! Готово. А что я хотел сказать? Вот видите, минус 34 физическое сопротивление было. И минус 5 всего лишь, кстати, вообще идеально. Просто идеально. И минус 5 всего лишь энергетическое. Если бы у меня был молот, и я бы ударил молотом после того, как уже физическое сопротивление потеряно, это был бы такой крутой урон. Вот реально такой крутой. А энергетическое сопротивление все-таки было довольно мало в минусе, поэтому... Ну, как бы, видите, минус 23, минус 4. Есть разница? Я считаю, что есть. Поэтому молот, конечно, намного выгоднее в этом плане. Минус 38 вообще. Просто офигенно. Но пока играем тем, что есть, конечно. Пока играем тем, что есть, будем отталкиваться от того, что имеем. Так, он идет через меч. В принципе, ребят, ну, здесь уже очевидно, кто победил. Изи. Кстати, уже почти получилось даже до нуля довести. Минус 1 всего лишь хп. Ну, так или иначе, у них тек его. Отлично. Ну, а белиссимо. Я доволен. Я доволен, ребята. Получилось реально прикольно. В принципе, даже ничего и не скажешь. Мы прошли кампанию уже на втором уровне сложности. На сложном. И осталось только безумный. Обязательно ставьте лайк, если вы хотите... Кстати, смотрите. Открыли инсейн мод. Вот как раз таки на нем. На безумном уровне сложности. Если вы хотите увидеть его в следующей серии, обязательно поддержите, так сказать. Я буду рад показать вам. Ну что, поехали. Давайте, наверное, еще один премиум пак. Надеюсь, у нас что-нибудь получится с этим. Итак. Ну же. Хоть одну легендарочку. Давай. Давай. Десять эпиков. Хистерия. Кстати, неплохая штука. Вот на энергетического. На энергетического неплохая. Гумиху вообще первый раз вижу, по-моему, такой Торс. Бернинг Бутс вторые. Гиперион и Клэш. Еще один такой дрончик. Ну, давайте откроем тогда еще пять этих. Может, что-нибудь интересное здесь выпадет. Нет. Нет. Всего лишь опять два. А хотя пауэр юниты. Пауэр юниты могут пригодиться. Это норм. Так. Ну что. Пошли, наверное, на арену. Немножко подражаемся теперь на арене. Мне кажется, самое время. Погнали. Надеюсь, что выпадет кто-то не сильно. Кстати, видели? Там ноги были как раз из портала того паучьего. Блин, вообще. Я бы не хотел сражаться с чувачком, который прошел паучьей портал. Потому что сами понимаете, насколько он мощный, скорее всего. Так, взял два дрона на перегрев. Это может быть опасно. Ну, ладно. Поехали. Пока по хпшке. Ну, блин, если это его основной робот, то мы 100% победили. Если это его дополнительный робот, то, возможно, что нам крышка. Посмотрим. Ну, в любом случае, сразу видно, да, что мы ему сняли 247 хп. Это уже показатель. К счастью, ему нужно будет выстрелить. Угу. И, скорее всего, из этого. Или нет. Скорее всего, из этой пушки, да? А, вообще из этой. Слушайте, ну, я обычно могу предсказать ход, но здесь я, конечно, не ожидал такой поворот. Ну, да ладно. Смотрим его следующего бота. Если он тоже слабенький, то... Ну, то есть, это, скорее всего, его основной, да? Тот был дополнительный. Но, в любом случае, ребят, здесь ему придется либо... Да, наверное, телепортируется он. Скорее всего, телепортируется. Мы за ним телепортируемся. Включаем они... А-а-а-а. Интересное решение. Интересное решение. Ну, смотрите, он нас перегрел уже. Он нас уже перегрел. И это, конечно, не очень хорошо. Но мы ни в коем случае не выключаем сейчас двигатель. Нам нужно вынести как можно больше импакта. Как можно больше урона для того, чтобы наш сынок, если до него дойдет очередь, все-таки смог бы дальше уже как-то действовать. Конечно, не очень приятно, что он нас так жестко перегревает. Но, с другой стороны, у него сейчас единственный вариант... Блин, а почему он не телепортируется? Это глупо. Если бы он сейчас телепортировался, он смог выиграть намного больше урона. Так, у меня закончилась аннигиляция, да? Есть только Nightfall. Слушайте, может быть, вот здесь как раз-таки и стоит выключить. Да, здесь я выключу, потому что мне нужно как минимум два хода, чтобы его оттолкнуть и использовать Nightfall. Здесь я не вижу смысла использовать меч, потому что, сами видите, так, 216. Ну да, он, скорее всего, все равно меня будет перегревать. Блин, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. 138. Ну, блин, я вообще не вижу смысла использовать меч. Ладно, пофигу. Поехали. Потому что нам хоть что-то нужно нанести ему, потому что если мы вообще будем просто выключать двигатели, то будет печально. Так, здесь он отпрыгивает и стреляет через этот, правильно? Скорее всего, ау, через этот. Слушайте, у него очень странно, кстати, очень здорово, что получилось именно так, как получилось, потому что здесь, скорее всего, это уже победа. Даже если он сейчас по нам выстрелит и добьет нас, скорее всего, добьет, то, сынок, спокойно довершит дело отца. Это 100%. Потому что 60 хп уж снять, я думаю, как-нибудь мы сможем. Даже при том, что у него сопротивление взрывное достаточно большое. Все, отлично, отлично. Я думаю, что сейчас будет спокойненько такая мощная, красивая победа. Дезолейшн и первая битва у меня. Молодец, сынок, молодец. Хорошо отработал, поэтому давай берем свои 5 монеток. Кстати, смотрите, у нас максимальное количество мест в рюкзаке. Так, надо будет тогда, наверное, сейчас немножко прокачаться. Давайте перед тем, как прокачиваться, я еще хочу купить... А, у меня, наверное, ничего не получится купить из-за того, что места нет. Хорошо, давайте тогда прокачаем. И, ребята, я думаю, что самое время сейчас прокачать, ну, по крайней мере, начать качать, просто наши эпики в легендарки преобразовывать. Потому что давайте сразу сделаем так. Или... Ну, ладно, пофигу, можем и так сделать. Не сильно важно. А, так, этот энергетический. Сюда мы вкачиваем все энергетическое, в принципе. Потому что, ну, мне как бы это не сильно важно, но мне бы хотелось иметь... Блин, смотрите, сколько у нас этих... Энерджи... Энерджи-бустов. В общем-то, самое главное, это то, что у нас будет возможность прокачать до мифика. Мифика это очень важно, потому что это сразу же просто громадный прыжок вперед. Поэтому, конечно же, я бы хотел иметь у себя именно даже не легендарки, а именно мифики. Поэтому пока что начнем так. Кстати, смотрите, есть доступные неполученные ящики. Ну, ладно, это мы потом... Потом. Окей, окей. Что еще у меня здесь более-менее прокачано? Вот, пожалуй. Вот, пожалуй, это у нас торс. Красненький. Значит, мы сейчас взрывной сюда просто все вкачиваем. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вообще, отлично. Мы сейчас очень хорошо прокачаемся. Еще что-нибудь есть? Да, есть ноги. Вкачиваем. Спокойненько себе вкачиваем. Получается, пока что не сильно хорошо. Всего лишь плюс несколько уровней. Но 25 уровень это уже неплохо. Так, и физическое еще что-нибудь есть? А, ну все физическое я вроде как вливал в... А, у меня есть аннигиляция, да? Ну, слушайте, ребят, я бы, наверное, хотел все-таки физику сейчас вкачать в молот. Все-таки хочется мне прокачать молот. Не знаю, вот можете сказать, что это глупо, можете сказать еще, что это как-то неправильно, но мне хочется иметь себе легендарный молот для начала, а потом уже и мифик молот. Поэтому давайте плюс два уровня его спокойно дадим. Кстати, уже почти плюс три уровня здесь еще чуть-чуть осталось. Поэтому я думаю, что мы спокойно до 25 его сегодня прокачаем. Так, ну и давайте откроем ящик, который у нас здесь был не полученный, который остался с того еще раза. Здесь, к сожалению, ничего интересного. Но, но, я думаю, что можем открыть еще один премиум бокс. Почему бы и нет? Нет, давайте откроем. И здесь у нас еще один эпик. Ну, это уже 11 эпиков. Ребят, я не знаю, я, конечно, не верю в там какой-то злой рок или что-то вроде того, но мне кажется, это вообще жесть какая-то. Вообще ничего не падает интересного. Ну, ладно, поехали еще опять на арену, потому что у нас пока больше других планов нет. Сегодня мы открываем лутбоксы и деремся на арене. Надеюсь, что три раза мы сможем победить на арене. Это будет красиво, если получится хотя бы так. Не повезет с лутбоксами, повезет на арене, как говорит знаменитая пословица, которую я придумал только что. Так, здесь у нас что? Энергетический, да? Да, чистый энергетический бот. А, почти что чистый энергетический. Странный выбор для энергетического бота такого дрона иметь. Ну, нам-то это ничего страшного, нам-то это только в плюс. А, он его убрал. Что? Зачем он? Ааа, дружище, это было. Мне кажется, он просто ошибся. Наверное, он не хотел нажимать, ну да, наверное, не хотел нажимать убрать бота. Случайно нажал, и из-за этого получилось то, что получилось. Ну, давайте тогда еще один бой. Все равно, как бы, у нас время еще есть. Думаю, что можем еще разочек сыграть. Кто противостоит нам в этот раз? Давайте посмотрим. Пока что удача именно на арене, на нашей стороне 100%. На лут... О, кстати, это довольно слабенький. О-о-о-о! Ну, окей, окей. Смотрите, просто сборная солянка. Энергетическое оружие, огненные ноги и физический торс. Ладно. Кстати, у него меч такой же, как у меня, вроде бы, только самого первого уровня, в то время, как у меня мифик. Ну, блин, бывает. Это, что я могу сказать. Наверное, парень просто не смог. Хотя, хотя, может быть, у него такой крутой второй мех, что я просто двумя с моими не смогу справиться. Ни отец, ни сын не сможет. Посмотрим, может быть, даже и так. Но я вижу то, что он до таймера тянет, и вот это мне не очень нравится. Я вот уже говорил, могу еще раз повторить, что мне не нравятся игроки, которые тянут до таймера, потому что, ну, блин, ждать. Зачем это нужно, если ты можешь сделать раз, два, три, четыре. Готово, ход сделан. И умер. Молодец. Ну, ладно. Смотрим на второго. О, о, видите, в чем фишка? Две тысячи хп. Ребят, принц, ну, у него оружие так себе. Так что я думаю, что мы в любом случае выиграем. Даже одним ботом. Хотя, не знаю, две тысячи хп. У него на 800 хп больше, чем у меня. Если бы он сейчас ходил, у него были бы шансы на победу, я думаю. Реально были бы, ребят. Не знаю, почему он тормозит. Может быть, просто отошел от, не знаю, телефона или компьютера. Ну, у него были шансы. Сейчас-то уже нет, просто. Ну, не знаю. Это правда странно. Получается, что два раза у нас просто на халяву получилась победа. Это очень странно. Но я, как бы, не против. Победители не судят, как говорится. Поэтому давайте-ка мы, наверное, с вами пойдем купим еще пять ящиков. Ребят, ну, вот сейчас, хотя даже, знаете, как сделаем? Сначала пять таких ящиков. Сейчас должен упасть эпик. Сейчас просто должен тупо... Нет, не падает. Не падает почему-то. Зато четыре редких. Это уже, конечно, спасибо. И давайте здесь откроем еще за 60 токенов. Здесь должна упасть легендарка. Просто должна, ребят. Просто должна. Давай. Да что ты будешь делать? Ну, открытие лутбоксов, я думаю, что все-таки удалось. Но удалось не так красиво, как мне хотелось бы, конечно. Хотелось бы, чтобы все-таки было побольше, хотя бы каких-то более ценных этих оружий. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Блин, ни одной легендарки. Обидно. Обидно. Сколько токенов я вложил? 600 где-то. Да, действительно, где-то 600 токенов. Ну, ладно. Ну, я надеюсь, что в следующий раз все будет получше, поуспешнее. Я постараюсь подкопить еще токенов. Как видите, я их не трачу, я их оставляю именно на распродаже, чтобы можно было их повыгоднее все потратить. Давайте зайдем в улучшения, посмотрим, что у нас там сейчас творится. Так. Ну, в принципе, в принципе, не так уж много вещей. Много пауэр юнитов. Очень много. Поэтому давайте-ка мы, наверное, вкачаем немножечко, например, вот это вот. Наверное, попробуем чуть-чуть вкачать. Я думаю, почему бы и нет. Так, давайте все физическое сюда вкладываем. Это, во-первых, в первую очередь, все физическое сюда. И я думаю, что можно несколько пауэр юнитов тоже сюда отдать спокойно. Хотя бы, давайте хотя бы до... Хотя, может быть, у нас даже получится и полностью до 30-ки его вкачать. Давайте посмотрим. Так. Это уже 28-й уровень, ребят, кстати говоря. Слушайте, а мне кажется, мы реально можем прокачать его до 30-ки. Так. Ну-ка. 28-й. Ладно, давайте это тоже вложим. 29-й. Так. И еще немножко. Да. Отлично. Отлично. Все-таки кое-что интересненькое сегодня, ребят, есть. Конечно, мы его сейчас сразу же проапгрейдим. Давайте отдадим сюда то, что нам не нужно. Даже, вот видите, тут много дублей. Но я бы предпочел даже отдавать не то, что дубли. А вот, например, вот репульсор. Видите? Он абсолютно мне не нужен, потому что, как видите, он максимум эпик. А меня эпики вообще не интересуют. Меня интересуют только исключительно легендарки и мифики. Вот этот можно прокачать до легендарки. Он мне тоже не нужен. Мне нужны только мифики. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Ну, вот тоже, например. 50 тысяч еще отдаем. И получаем новый молот. Ребята, вот это уже интересно. Но, надо понимать, что, опять же, я этот молот сейчас надевать не буду. Мне нужно будет его еще естественно. Просто естественно прокачать до мифика. И вот это уже будет достаточно долгая история. Но, думаю, что когда-нибудь мы это с вами обязательно сделаем. Ну, а сейчас, я думаю, что будем заканчивать. Спасибо большое, что были сегодня на моем, так сказать, открытии лутбоксов. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну, и, естественно, не забывайте оставлять комментарий. Ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами же был Ченаски. Всех люблю. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока от робота отца. И пока-пока от робота сына. И от меня, конечно. Пока-пока.